Всем привет! С вами Александр Вальцев. Сейчас я объясню вам, что такое Asset Retirement Obligation. Точнее, объясню, что влияет на этого рода обязательства. То есть Asset Retirement Obligation – это обязательство по рекультивации земель или обязательство по выбытию активов. Можно встретить такую формулировку. На DCF-модели, на тренинге по DCF-модели я объяснял вам, что такого вида обязательства входит в стоимость предприятия некоторых компаний, в частности, компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых или нефтегазом. В основном именно там встречается этого рода обязательство. Как это обязательство меняется, что это вообще такое? То есть из названия, в принципе, понятно, что речь идет о каких-то месторождениях, которые, само собой, портят экологию, портят окружающую среду. И компания, которая владеет этой шахтой, этим месторождением, этим карьером, чем угодно, она несет на себя обязательства, если, опять же, она до самого конца будет работать с этой шахтой, она несет обязательства потратить какие-то деньги на то, чтобы привести это месторождение, шахту, карьеру и так далее, в какой-то благопристойный вид. И это обязательство исчезает, соответственно, в двух случаях. Первое, если вы продаете вот эту шахту, этот актив кому-то, да, либо если вы, соответственно, погашаете это обязательство, то есть, по сути, до конца доводите эту шахту, закрываете ее, делаете все, что нужно и, соответственно, тратите на это деньги. Итак, как вообще меняется это обязательство со временем, да, давайте посмотрим. То есть, у нас есть какой-то начальный баланс, да, asset retirement, obligation and beginning. У нас есть, как бы, увеличение в этом обязательстве, да, оно каким образом происходит. Либо если вы покупаете шахту, вы покупаете как актив, так и обязательства, связанные с ней. Либо если вы вводите в эксплуатацию, то есть, как бы, ставите, ну, не то, что ставите на баланс, у вас уже стоит на балансе этот актив. А вот, когда вы говорите, что вот все, мы начинаем работать, начинаете извлекать, там, квадратные метры какой-то, кубические метры какой-то руды, в этом случае, само собой, у вас увеличивается, там, общий баланс этого обязательства. Как только вы продаете, да, шахту или, по сути, обязательство погашаете, да, у вас общий баланс уменьшается. То есть, вот эта строчка liability settles or disposed, вот, со знаком минуса. Дальше ваше обязательство, в принципе, со временем увеличивается. Почему? Потому что нужно понимать, что обязательство само по себе – это приведенная стоимость денежных оттоков будущих. То есть, ключевое слово – это приведенная стоимость. Чем ближе вы приближаетесь к какому-то часу X, да, к той дате, когда вам нужно это обязательство погасить, тем больше это обязательство становится, да. То есть, по сути, я приводил на уроки пример с облигацией, которая дорожает, то есть ее present value, да, увеличивается, чем ближе к погашению. К этой погашению вы приближаетесь. То же самое здесь. Таким образом, да, у нас неуклонно растет это обязательство, если мы с ним ничего не делаем. Я думаю, что всем понятно, да, понятен этот момент. Далее. Некая ревизия или корректировка, да, то есть, почему называется revision to estimate, потому что обязательство, по сути, это estimate. То есть, estimate означает то, что это обязательство, это некое приближение, некое ожидание, расчет, который, по сути, не является каким-то твердым значением. То есть, мы просто прикинули, что мы будем должны такую-то сумму, да, то есть, там, миллиард 606 миллионов долларов, там, на начало периода. Что мы с вами имеем, да? Если какие-то переменные в этих расчетах, в этой прикидке меняются, все обязательство, соответственно, переоценивается. То есть, в данном случае, почему обязательство могло уменьшиться? Например, дисконтная ставка, которая используется в расчетах, да, она, например, выросла, и, соответственно, если дисконтная ставка растет, present value падает, дисконтная ставка падает, present value растет. Я думаю, что все знают это простое взаимоотношение. Далее мы видим, есть такое понятие, как foreign exchange adjustment, то есть, по сути, это валютная корректировка, да, то есть, если у нас компания оперирует шахтой в какой-то другой стране, допустим, там, в Южной Африке, да, там, а своя валюта, или там, в Австралии, там, в австралийский доллар. А если у нас отчетности формируются, там, в американских долларах, да, и, например, эта валюта ослабевает по отношению к доллару, то все обязательство, соответственно, тоже ослабевает, то есть, уменьшается в размере. Таким образом, как вы видите, вот, конкретно в 2014 году обязательство компании Anglo American, которая является самым, одним из самых крупных игроков на рынке полезных ископаемых, уменьшилось на почти 230 миллионов долларов, потому что просто в 2014 году по отношению к доллару большинство валют просело. Вот, а компания владеет собственностью в Южной Америке, латинские, соответственно, валюты сильно просели, если кто следит за рынком, в Южной Африке и в Австралии. В Австралии тоже валюта сильно просела. Вот, и, по сути, в конце, да, мы получаем такое вот обязательство, которое состоит из суммы начального баланса, да, на период, и всех вот этих вот изменений, которые произошли в течение этого периода. То есть, как еще раз повторю, да, основные факторы, которые влияют на это обязательство, это покупка или ввод в эксплуатацию новых шахт, месторождений и так далее, это продажа шахт, месторождений и так далее, или погашение этого обязательства, это так называемый accretion expense, то есть удорожание, связанное со стоимостью денег во времени, какие-то корректировки, связанные с расчетами, да, как правило, это касается, опять же, дисконтных ставок, корректировка валютная, да, то есть, по сути, если мы в другой валюте отображаем отчет, то у нас всегда будет существовать этот adjustment, эта корректировка, и какие-то иные там корректировки, которые там не заслуживают нашего, в принципе, внимания. Всем спасибо за внимание, надеюсь, вам понравилось это видео, поэтому, увидимся с вами позже, всем пока.